всем привет меня зовут настя сегодня я хочу рассказать вам об александрийском квартете лоренца дарла дочитала я это произведение еще две недели назад аккурат перед отпуском успела это сделать и конечно же за прошедшее время мои впечатления немного подстерлись то есть они уже не такие яркие как были на момент прочтения но тем не менее я надеюсь что это не помешает моему рассказу первые три книги жустин бальтазар и маунт олив посвящены одному промежутку времени которая рассматривается с разных сторон и с разных точек зрения а вот уже последняя часть которая называется клея посвящена дальнейшей жизни персонажей то есть в ней говорится о том что произошло потом действие романа происходит в александрии или в городе с большой буквы как называет его автор и следующие ассоциации преследовали меня на протяжении всего чтения а именно жара раскаленный воздух скупящие людей различных рас и вероисповеданий ветхие старые дома убогие и жалкие комнатенки и бордели проститутки и поцелуи страсть поход разврат и все вот это вот соединенного в одном месте и в одно и то же время повествование во всех частях кроме 3 ведется от первого лица в маунта ливи же она ведется от 3 тетралогия также характерна следующими интересными вещами во первых мы не знаем точно как выглядят персонажи автор набрасывает их внешность черты характера поведения какими-то штрихами набросками ну вот прям вот точно мы не можем себе представить ни одного из персонажей второй интересной особенностью романа является то что лично мне немного мешало при чтении а именно мы не знаем точного возраста персонажей можно лишь только предполагать сколько кому лет и я думаю что их возраст разброса в промежутке между 25 и 35 годами и третье и наверное самая главная для меня особенность этой тетралогии состоит в том что автор мудрился впихнуть сюда просто немыслимое количество жанров здесь есть и мелодрамы и драмы и война и шпионаж и детектив и мистика и философия просто дикий коктейль дикое сочетание но именно он произвел на меня огромное впечатление теперь попытаюсь рассказать вам кратко о каждой части первое называется жустин и это типичная мелодрама в которой главную роль играет любовь страсть и ревность весь сюжет крутится около четырех действующих лиц рассказчика имени которого мы пока что не знаем двух его любовниц мелисы и жустин а также мужа жустин которого зовут на симхознание другие персонажи например бальтазар и клей упоминается лишь вскользь а маунта льви мы вообще пока ничего не знаем главная интрига книги это отношение между рассказчиком и жустин как к ним отнесется мужу стен и чем же все это закончится а то что эти отношения закончится мы знаем самого начала книги так что это не спойлер читалась эта книга достаточно тяжело потому что одни образы постоянно перетекали в другие настоящее в прошлое прошлое в будущее будущее снова в настоящее только вы читали персонажа в одном временном пласте как уже в следующем абзаце вы видите его совсем в другом пласте глаз не успевает просто напросто цепляться за эти обрывки и все вот эти воспоминания рассказчика это именно воспоминания свое он описывает они просто мельтешат перед взором читателя не знаю возможно лоренс даррел специально так сделал чтобы показать насколько хаотично наша память и насколько хаотично наши воспоминания о прошлом и также осложняло чтение то что здесь очень много аллегорий метафор отсылок к религии и мифом и мне как не филологу было очень сложно все это отслеживать и пытаться понять и даже в принципе с точки зрения простого читателя я честно говоря не очень люблю погружаться в такие нагромождения текста и предпочитаю когда все они объяснены в комментариях чего здесь кстати к сожалению не было но об этом я скажу в самом конце когда буду рассказывать о данном издании в целом я оценила жустина 3 балла из 5 и честно говоря после прочтения со страхом ожидала что скорее всего в дальнейшем меня ждет точно такой же трудно читаемые неудобоваримый текст но я еще не представляла что у меня ждет и таким образом мы переходим ко второй части которая называется бальтазар и в отличие от justin которая как я говорила является типичной мелодрамой бальтазар это драма с элементами биографии любви в ней тоже отдается немалое количество страниц но уже без такого розового душка начинается книга с того что рассказчик отправляет свою рукопись которая является первая книга жустин своему другу бальтазар чтобы тот оценил ее но бальтазар свою очередь возвращает ее рассказчику с кучей пометок и комментариев и предупреждает что если рассказчик их все прочтет то возможно их дружбе придет конец рассказчик конечно же не выдерживает и начинает читать вот здесь то все и начинает вставать с ног на голову во первых мы совершенно иной точки зрения начинаем видеть justin и ее отношения с мужчинами во вторых мы достаточно подробно узнаем о семействах а знаний как я уже говорила ранее на сим хознаний был мужем жустин мы собственно узнаем о нем его братья нарузе и их матери лейли именно в этой части впервые появляются детективные нотки а также упоминается некий посол дэвид маунтали в третьих мы получаем расширенное толкование множество событий которые упоминались первой части шести но на которых взгляд особо не задержался эта часть оказалась для меня намного более интересной в ней также были отсылки к мифологии были аллегории и метафоры но и было в разы меньше чем в 1 бальтазаре преобладает ровное описательное повествование надеюсь что так можно выразиться и книга читается достаточно легко я оценила ее на 4 балла из 5 теперь мы переходим к моей самой любимой части тетралогии а именно маунта либо которую я оценила на 5 баллов из 5 как я уже говорила в начале это единственная часть где повествование ведется не от первого лица а от третьего большая часть книги посвящена становлению личности дэвида маунта либо начиная с того момента когда он впервые посещает александрию чтобы улучшить свой арабский и заканчивая тем что его назначают послом в египет где он узнает об интригах семейства хознания которые в свою очередь показывают нам с третьей точки зрения все то что мы видели до этого в жустин и бальтазаре в общем лоренс дара в очередной раз в третье перевернув все с ног на голову и когда я читала то разилась тому как же одни и те же слова действия и события могут выглядеть по-разному зависимости от угла освещения лично я считаю что эта часть маунта лиф это просто-напросто ода человеческому лицемерию выверенная речь взгляды жесты поступки сами герои уже из-за этого всего маскарада даже не помнят кто они сами на самом деле их роли прописанные безупречно и играют они безупречно как по нотам но ради чего все это книга и даст вам ответ на этот вопрос также хочу сказать что во время чтения этой части талант лоренса дарла стал для меня бесспорным маунта лиф это очень многогранная книга в которой есть множество таких моментов за которые ваш взгляд цепляется и цепочка событий начинает разворачиваться перед вашим взором и вы не устаете восхищаться тем что придумал автор автор удалось создать целый мир но не фантастический как это часто бывает сейчас художественных произведениях а реальный в котором мы все с вами живем и это поражает еще также хочу отметить что эта часть наиболее повествовательная из всех и за счет этого она очень легко читается очень быстро а за счет закрученности своего сюжета я под конец даже не могла оторваться от чтения ну и теперь кратко о последней части которая называется клея как я уже говорила в начале в ней рассказывается о том что случилось персонажами после основных событий которые так сказать мы солили первые три книги в клея мы узнаем о некоторых подробностях жизни уже известных нам персонажей но я могу сказать что эти образы достаточно тусклые и сама александрия уже не кажется таким чарующим манящим восточным городом и читая я понимала что повествование идет к логическому завершению что же касается тех событий которые описываются в книге то я не могу сказать что они меня сильно заинтересовали автор развязывает какие-то узелки которые он завязал ранее в первых частях или наоборот какие-то узелки завязывает но в целом уже нет той интриги которая была единственное наверное главное отличие от предыдущих трех частей состоит в том что в клея достаточно много мистики мы узнаем различные предсказания из уст различных людей и постепенно автор показывает нам что же эти слова для каждого из героев значили финалы тетралоги открыты и в данном случае я считаю это не минус а большой плюс потому что это в очередной раз показывает насколько огромный мир создал автор он сотворил такой костяк сюжета от которого можно бесконечно ветвиться в разных направлениях и в разные стороны и читателю будет по-прежнему интересно и предисловие насколько я помню в последней части клея сам лоренс даррелл говорит о том же что цикл можно продолжать бесконечно но тем не менее клея станет последней участию я осталась в полном восторге от структуры романа и от мира который создал автор что касается слога то самым легко читаем он был в маунт оливе как я уже сказала и самый усложненный и утяжеленный текст был в жустин и клея и вот именно из-за слога я не могу поставить все тетралогии 5 баллов из пяти что касается чувств и чувственности которые выражены в этой книге то конечно это было шокирующее произведение для современников даррелла потому что в нем обнажается душа человека именно душа они тела хотя ноготы здесь хватает еще на протяжении чтения все тетралогии меня постоянно занимал вопрос на который я пока что так и не смогла найти ответа а именно неужели современники даррелла так легко считывали весь вот этот усложненный напичканный аллегориями метафорами отсылками текст я конечно понимаю что тогда высших учебных заведениях изучали латыни изучали древнюю мифологию но тем не менее неужели каждый учащийся все это помнил и умел применять это так сказать при чтении художественных произведений если у вас есть какие-то мысли или предположения по этому поводу то пожалуйста пишите их в комментариях мне будет очень интересно прочитать если говорить о том стоит читать эту книгу или нет то я считаю что стоит главное продраться через первую книгу потому что слог мне действительно тяжелый и что самое интересное и и сюжет совершенно не отражает тех сокровищ которые скрыты в дальнейших книг поэтому если вы вдруг начали читать александрийский квартет и первая часть вам совершенно не понравилось то рекомендую вам не отступаться и прочитать хотя бы вторую часть он невозможно что вам понравится и вы начитаете театрологию до конца и теперь подходя уже к концу своего рассказа хочу сказать пару слов о данном издании которое у меня есть это издательство симпозиум который находится в санкт-петербурге и книги были изданы в 2007 году здесь хорошая белая бумага достаточно средний шрифт но главный минус этих изданий заключается в очень очень плохих и по сути бесполезных комментариях в каждой книге их немного они размещены буквально там на паре листов и я могу сказать что они совершенно ничего не дают то есть что вы их читаете что не читаете смысл различных отсылок и метафор не становится вам понятнее более того иногда в комментариях встречаются такие вещи которым я считаю тоже нужны комментарии для непосвященных людей для меня это был существенный минус потому что боюсь что какую-то часть отсылок я вообще не поняла ну и конечно же жду внизу ваших комментариях о том читали вы это произведение или нет если читали то понравилось ли она вам всем спасибо за внимание до встречи в следующем видео